ну вот собственно и случилось то чего я так сильно боялся наснимал я наснимал минут десять и телефон перегрелся оказалось что снял я всего одну минуту надеюсь сейчас будет полегче немножечко охладил подул приложил к водичке которая уже все кончилось надеюсь засниму снова придется вспоминать те мысли которые выдал все-таки очень сложно второй раз объяснять одно и то же но я попробую в общем следующим пунктом в моем списке пойдет такой очень личный пункт туалеты очень странно но все-таки после достаточно общего пункта в виде вот раздражителя быть обезьянкой ну давайте сменим его очень личные вещи надо рассказать одну историю которая в общем была триггером к тому чтобы такая моя ненависть проявилась прошлом году на полгода я переехал замечательный город на ним прекрасный город если собираетесь китай обязательно съездите туда это на границе с вьетнамом просто сам город красивые люди неплохие и можете в вьетнам съездить буквально на автобусе оттуда это очень прикольно так делали но речь не об этом мы там пытались найти квартиру пытались снять что-то и беда появилась вообще совершенно оттуда откуда ее не ждали то есть я думал ну либо по деньгам что-то не найдем либо и как вот в районе в хорошем просто не будет нормальной квартиры оказалось нет нормальных туалетов и просто вот туалет и везде дырки в полу а нам нужно было квартира с тремя спальнями с двумя ванными комнатами потому что мы снимали квартиру двумя парами я вместе своей супругой и мой друг женя вместе со своей женой и найти два туалета нормальных было практически нереально мы объездили все возможные районы там десятки агентств мы пересмотрели кучу всего кучу квартир кучу разных предложений и в итоге кое-как но все-таки нашли нашли хорошую квартиру сняли все дела но в любом случае это было таким адом по жаре ездить смотреть это все столько предложений столько всего и мы уже под конец просто сразу туалет нормальный есть по телефону когда агент звонит и говорит там типа у нас есть предложение для вас потому что мы во всех возможных агентствах оставили свои контакты вот он звонит и ты ему туалет нормальный есть нету все давай до свидания то есть могли бы посмотреть еще таким образом квартир не знаю 100 учитывая то количество звонков причем мы когда сняли нам еще неделю эти звонки продолжались но речь сейчас не об этом такая проблема по китаю вот практически по всему то есть поезда но не поезда жди станции аэропорты общественный туалет который я упоминал ранее в этом ролике все что угодно дома знакомых везде практически эти дырки в полу и да можно сказать что с физиологической точки зрения это даже более естественно более натуральный для здоровья это лучше да мне пофигу на самом деле насколько это хорошо для здоровья и вообще как это это неудобно я хочу сидеть со своим айпадом читать книжку как можно дольше чтобы не был вай фай чтобы у меня было сиденье и так далее поэтому это такой личный раздражающий пункт не не так много есть о чем что о нем сказать но вот он есть и упомянуть о нем я обязан был ну и в качестве того чтобы еще минуточку растянуть этот пункт я вам расскажу одну забавную историю году где-то в 2010 там до либо 11 либо 10 думаю что в десятом я жил в городе гуанчжоу прожил там несколько лет и жил там на конторской квартире а в китае есть такая тема что когда ты работаешь на контору в тех фирмах где нет бюджета снять тебе отдельную квартиру они снимают такие они их называют общагами но все-таки это квартира это хорошая квартира с гостиной и обычно тремя спальнями и в каждой спальне живет по человеку по работнику этой конторы и у вас есть общая гостиная общая кухня где вы собственно тусуетесь там все вместе если вы не сильно друг друга раздражаете и вот у нас была такая квартира я жил на такой квартире и соседней со мной спальне жила девочка китаянка и каждый раз когда находила в туалет у нас был нормальный туалет я заходил туда по своим делам я наблюдал на унитазе следы от ботинок от ее ботинок маленьких она была маленького очень роста и меня это очень сильно забавляло потому что вы представьте себе что нужно встать на унитаз балансировать разместиться сделать все свои дела как она какими акробатическими данными она обладала я честно даже знать не хочу до это было очень забавно и меня до сих пор поражает это как это может быть я встречал подобное в других местах на других квартирах с другими людьми но вот с ней это было ярко я не знаю где она постоянно столько грязи на свои ботинки находила но вот эти черные такие следы от ее ботинок на ободке унитаза именно не на вот поднимающейся крышке она ее поднимала естественно чтобы другие люди могли пользоваться и на сам вот этот белый фаянс унитаза вставала и делала что делала в общем вот такая вот странная история а мы переходим к следующему пункту как вы наверное можете заметить снова знакомый фон я не стал перемещаться совсем вокруг этого дерева по другим лавочкам потому что время уже пять бабули активизировались и с другой стороны дерево их сидит целая пачка о чем-то общаются кто-то из них снова занимается гимнастикой ну и зачем мне людей раздражать да поэтому я вот решил пойти по второму кругу этих лавочек и пеньков поэтому сожалению фонов сегодня будет не так много как хотелось бы ну да ладно и так вроде симпатично следующим пунктом опять мой личный пункт такой интересный и странный это легкодоступность товаров ребята того бау и прочее эта вещь перестала меня так сильно раздражать последнее время но раньше это было очень мощным триггером для раздражения потому что хочется все всего так много и она вроде как бы такое недорогое и вот блин всего есть китайские какие-то аналоги которые стоят которые вроде не такие плохие да и по качеству подтянулась все и стоят они в разы дешевле чем какие-то их оригиналы вот банальнейший пример я хочу купить себе стаб можно купить стаб от гоупро либо от диджай хотя диджай тоже китайская контора но крупная да а можно купить джи юн который стоит в два раза дешевле чем диджай и гоупро а при этом как бы можете посмотреть обзоры там от разных обзорщиков всем джи юн очень сильно нравится он славный дружу пользуется и не нарадуется поэтому вот эта легкодоступность товаров когда ты хочешь просто все но никаких денег же не хватит да и просто вот этот шапоголи она выбешивает а здесь невозможно не быть шапоголиком есть куча приложений кроме таобао где допустим вот у меня сейчас жена пользуется очень прикольным приложением там можно покупать товары не прям совсем за копейки но есть одно условие вы выбираете товар и там стоит сколько человек обязаны его купить то есть вы грубо говоря совершаете оптовую покупки и там вы платите денежку за этот товар допустим ну не знаю к примеру вам нужно купить кроссовки вот они стоят в магазине там 600 юаней 100 долларов да а там они предлагаются за 300 с 50 процентной скидкой но чтобы вы их купили вас таких должно быть 100 человек и соответственно вы платите 300 юаней и ждете пока там наберется счетчик в 300 человек 100 человек как только 100 человек оплатила вам всем за 300 юаней за половину цены рассылаются эти товары гениальная прикольная идея вы покупаете оптовую партию какого-то товара но рассылается вам всем индивидуально то есть вы покупаете всего одну штучку но по оптовой цене клёво клёво почему нет и вот такие вещи которые постоянно какие-то новые появляются они раздражают раздражают дико потому что невозможно иметь такую квартиру чтобы вот просто складировать всю фигню которую это за копейки можешь купить невозможно я не знаю сколько надо зарабатывать чтобы просто все это скупать потому что она вроде как бы дешево но всего этого много и ты со временем хочешь более сложные какие-то товары более дорогие и денег уходит просто котлеты это очень сильно раздражает но в таком каком-то забавном можете наблюдать улыбку на моем лице потому что это все очень забавно и очень приходится себя перебарывать в том плане что вот блин вот у меня в корзине в тауба у 96 вещей разных лежит и ты такой открываешь ее блин вот каждая копейка потом нажимаешь выделить все у тебя там снизу такая сумма что ты моё ну так себе поэтому вот легкодоступность товаров с вот этим онлайн-шоппингом не только столба вот на самом деле приложение уже достаточно много которые могут тебе привести что хочешь она бесит тем что ты хочешь все хочешь все и не можешь это все купить по разным причинам потому что тебе это нафиг не надо потому что у тебя нет столько денег потому что тянет место куда это все склады да и просто вот как бы голос разума тебе говорит что не надо дима не надо пожалуйста и вот голос разума последнее время все громче я к нему все ярче прислушиваюсь но это только последний может пару лет до этого он был от вы не представляете сколько мне жена высказала вообще же все мои шоппинги онлайн а мы переходим дальше я очень надеюсь что я вложу в кадр я сам себя не вижу а снимаю я себя сам если у меня чем там голова обрезана или что-нибудь пожалуйста не обессудьте потому что но я просто вот пока так пока у меня нет ни оператора не какой-то камеры чтобы я мог наблюдать как я себя снимаю я на самом деле задавал во всех возможных соц сетях и всем своим знакомым вопросы может быть можно как-то ipad использовать в качестве второго экрана для iphone а не знаю через провод через вай-фай какой-то железку закупить чтобы я мог вот день здесь сбоку поставить и просто наблюдать как я себя снимаю было бы хотя бы видно фокусе я или нет и обрезана ли у меня башка или нет поэтому я надеюсь что я вложу целиком в этот кадр а мы продолжим следующий пункт вытекает из предыдущего это цены на иностранные товары в китае есть такая штука как заградительные пошлины и на самом деле для китайской экономики это клёво они сделаны для того чтобы стимулировать внутреннее производство аналогичных товаров проблема в том что эти пошлины они не избирательные они вот для всего то есть чтобы ты не привез из другой страны заплати много денег поэтому любой товар произведенный за пределами китая здесь стоит дороже чем где бы то ни было любое любая еда любая одежда любая электроника которая сделана не в китае даже ближайшей корее японии в америке где бы то ни было стоит дорого стоит намного дороже чем где бы то ни было и заходя в магазин иностранных продуктов вы охренеете отца то есть абсолютно нормально что кусочек сыра весом сколько там 150 грамм для может стоить спокойно 800 рублей это нормально когда 200 граммовый стейк будет стоить две с половиной тысячи рублей это нормально когда пиво бутылочка 033 будет стоить 500 рублей это нормально когда футболка какого-нибудь очень неизвестного бренда которая в своей стране стоит 20 баксов здесь будет стоить не знаю 5000 рублей вот это очень сильно подбешивает с этим тоже ничего вот большая часть пунктов объединяет именно такая вот безысходность то что поделать с этим ничего невозможно то есть она раздражает не то что даже своим наличием а именно такой вот безысходности что а по-другому никак вот вам банальный пример у меня есть мои любимые наушники ай-яй-яй ай-яй-яй тима 2 свое время я их купил потому что мне очень понравился звук у меня было у друга тима 1 но проблема тима 1 было в том что у них душка она очень тонкая она очень быстро ломается и в тима 2 была сходная проблема то что схожая проблема исход схожая же проблема душка тоже ломалась но тима 2 сделали модульную структуру что любую часть этих наушников будь то чаши будь то амбушюры будь то провод будь то душка все это за легко заменяемо и у меня эти наушники про были уже наверно года и что ли два с половиной точно и у меня провод там похерился у него вот что-то расплелось я заменил провод два раза ломалась душка есть два раза менял душка один раз менял амбушюры потому что ну они такие типа из искусственной кожи и потихоньку затираются и все это было прикольно я покупал это на таобао покупал это дороже чем обычно то есть если так например например душка стоит 22 доллара я покупал примерно за 35 долларов но меня это сильно не останавливает и не такие частые покупки это там раз в полгода и у меня с тем проблем не было вот и тут она пропала просто пропала можно купить с ибэя но там она еще дороже и еще дольше ждать то есть тебе будет присылать вообще из америки ты будешь дать там месяц дужки либо амбушюры либо провод ну куда это вообще поэтому у меня вот буквально на днях сломалась в очередной раз душка на наушниках я просто купил себе совершенно другую модель от техник и все и нафиг с этими ай-яй-яй пока не появится снова в стоке здесь китае запасные детали вот они мне будут лежать их не выкину никуда как только появится запасные детали здесь снова в стоке во что я уже не верю потому что то ли они не популярны и то ли не знаю магазины просто почему-то не хотят их вести ну вот собственно нету нету больше вот как появится обязательно куплю за меню у меня будет две пары хороших наушников которые мне нравятся поэтому цены на иностранные продукты этот очень мощный раздражитель это очень многих бесит не хочется гречу и сосису настоящую из хорошего мяса хочется и масло нормальное хочется и какие-то или вещи из электроники ставить того же кикстатера которая производится где-то в америке и так далее какие прикольные гаджеты и все это будет стоить прям дорого прям вот реально дорого и дороже чем где бы то ни было то есть например за ювелирными изделиями и изделиями swarovski вот swarovski очень важная вещь потому что swarovski очень популярная тема это как бы вроде не ювелирка такая бижутерия но при этом она яркая красивая достаточно качественная и вот за ней китайцы ездят в россию допустим то есть мы когда были с женой в россии она скупила прям целую пачку всякой бижутерии swarovski для своих подруг они она прям фоткала отсылала им она есть они и слали бабки мы снимали в ближайшем банкомате и просто закупали там целый мешок вообще всего от swarovski приехали как их блин ну знаете как эти oriflame да агенты с сумкой полный пробничков вот у нас такая же фигня была только со swarovski когда мы летели обратно поэтому многие вещи вот дешевле даже в россии покупать из-за курса рубля из-за того что он скачет туда-сюда и сейчас очень многие например делают шопинг-туризм в россию забавно как вообще все перевернулось до шопинг-туры в китай а сейчас шопинг-туры в россию потому что денег здесь много а некоторые вещи стоят дорого поэтому вот люди очень любят и duty free и поездки в россию за тем чтобы закупиться и мехами ну северные китайцы и бижутерии и косметикой все это стоит намного дешевле в россии парфюм ох парфюм какая же это больная тема у меня много парфюм я очень люблю парфюм у меня наверное штук 10 то есть всяких разных но они постепенно заканчиваются я их там заменяю новыми но каждый раз отрываю бабло от сердца потому что бабло это стоит много в общем такой вот был пункт немного грустненький потому что очень личный и с этим опять же ничего не поделать но мы переходим дальше уже подходим к концу на самом деле да не вроде все норм нормально там с горизонтом чуть-чуть поправил но вроде как бы так а вот здесь выглядит как будто все под наклоном ну фиг знает ладно даже если завален надеюсь это не сильно повлияет на мой рассказ в общем предпоследним пунктом на сегодня будет однозадачность китайцев это очень важный пункт потому что все таки я все вот эти 10 пунктов пытался в каком-то таком полу юморном стиле выдержать все такие пункты которые личные для меня а вот этот пункт с ним ничего поделать нельзя как со всеми предыдущими но он еще и глобально большой и серьезный на самом деле вот об этом пункте можно разговаривать практически вечно о причинах о следствиях о том как это влияет вообще на жизнь здесь на жизнь самих китайцев на жизнь иностранцев это очень очень серьезная вещь очень серьезная тема для разговоров однозадачность китайцы они прекрасные работники они прекрасные работники когда их жестко контролируешь и жестко устанавливаешь рамки дозволенности поэтому например очень многие люди иностранцы бесятся открывая бизнес китае потому что с одной стороны когда ты даешь чуть больше свободы своим работникам начинается полнейший хаос начинается просто вот дикость они начинают творить какую-то абсолютнейшую дичь а загонять их в рамки но не позволяет какое-то внутреннее чувство ответственности потому что но они же тоже люди и как бы совсем их как роботов ограничивать там пунктами тоже не хочется хочется дать им какую-то свободу а это нельзя делать поэтому китайцы очень сильно умеют делать бизнес именно с китайцами на основе вот китайских работников потому что они знают что у них есть огромное трудолюбие именно не даже не трудолюбие а такая как-то вот в английском стамина называется да то есть у человека выносливость очень высокая он может очень долго пахать делать монотонную работу делать ее хорошо но под очень очень жестким контролем очень в очень узкой специализации и поэтому вот когда китайцы ведут бизнес у них как-то все получается потому что они очень жесткие в этом плане они прямо от тебя моментально ограничивают со всех сторон потому что только так они бизнес вести и умеют вот поэтому у китайцев очень мало бизнесов за рубежом потому что там привыкли к открытости там нужна семейность атмосферы там нужен креатив людям давать там нужно вот именно расслабленную атмосферу чтобы работник чувствовал себя не работником а членом семьи в китае членом семьи ты себя чувствуешь на походах на ужин вместе со своим боссом где будешь бухать пока он не на не напьется до состояния свиньи охранники его не утащат к нему в машину и не увезут домой будешь ему подливать стакан вот там ты будешь себя чувствовать вы будете себя чувствовать одной семьей ну об этом я когда-нибудь расскажу про работу на китайцев но это уже совсем совсем потом а в остальном ты будешь себя чувствовать роботом заключенным в тиски собственных полномочий собственных обязанностей даже скорее полномочий у тебя будет очень мало и в отличие от той же японии где трудоголизм он идет изнутри и человек сам хочет оттачивать мастерство в какой-то вещи там тоже наверно узкая специализация а здесь он идет снаружи на тебя давлеет твое окружение твои боссы правила над тем традиции и так далее то есть вот этот традиционность и вот это умение китайцев своих работников очень жестко загнать в рамки она приносит свои результаты мы видим как растет экономика как все хорошо развивается но это результат именно таких практически репрессивных мер на местах и вот связи с этим большая часть народу мы сейчас говорим именно о большей части населения да не отдельно взятых личностях есть прекрасные художники из прекрасные режиссеры есть прекрасные музыканты которые креативят которые делают что-то и у них мозг хорошо работает мы говорим сейчас про основную массу населения а вот основная масса населения все-таки однозадачно и постоянно приходишь ты в банк какая-то нестандартная ситуация все собирается весь банк вокруг тебя и тупит коллективно тупит то есть это не брейн шторм это такой брейн стоп это просто вот коллективный тупеж в магазине что-то ты спросишь чего вот у меня была ситуация когда я просто спрашиваю макароны нормальный есть и просто вот так все она не знает она не слышала просто какой-то по-китайски зарубежные все макарон называется и до леним итальянская лапша итальянское тесто вот и вот в любая лапша она вся называется итальянское тесто и до лены и я спрашиваю типа а есть дали меня все мозг встал да она это слово не слышала и вместо того что просто ответить не я не знаю нету просто нету она просто и еще был очень прикольный момент не так давно буквально этот я не знаю что это произошло в общем в китае я не знаю как сейчас в россии но в китае тележки в супермаркетах чтобы взять нужно вставить туда монетку то есть ты вставляешь монетку и там вытаскивается специальный ключик и ты можешь тележку взять и на выходе уже когда ты тележку сдаешь ты обратно слеж ключик монетка вылазит но проблема заключается в том что я уже рассказывал все в китае оплачивается онлайн уже ни у кого нет кэша с собой а монетку эту взять где-то надо и есть стоит тетенька с абсолютно тупым видом вот если вы представите лицо самого ступого человека на планете вот это была она но ей такая лет пятьдесят наверно стоит я вижу у нее поясная сумка на этой в этой поясной сумке трясется какие трясутся монетки значит она ну или торгует как-то так я подхожу к ней и говорю тетенька на китайском нормально объясняю тетенька можно купить монет контакта да я говорю я вича там оплачу на тк хорошо стоит смотрит на меня игру монетку можно купить я вича там оплачу она такая а хорошо достает телефон то есть производит все нужные действия что он должна сделать она должна достать телефон нажать две кнопки открыть вичат и свой qr-код чтобы я его сосканировала перевел я один юань который она мне даст виде монет что она делает она достает телефон открывает камеру в этом телефоне в течение 20 секунд смотрит в камеру как камера снимает пол смотрит на меня разворачивается и уходит ничего не сказал вот так просто я вошел что это было чтоб это было я не знаю но в общем вот такая вот история и вот этот тупеж китайцев он как же он бесит я пытаюсь быть спокойным я в принципе спокойный человек по жизни мне из меня достаточно сложно выводить какие-то эмоции но вы не представляете как во мне сейчас все это бурлит и как пригорает мой пукан даже от одних воспоминаний от этого дела и это постоянно это везде и во всем это особенность образования когда все образование построено на тупом заучивание на монотонное однообразной работе это традиции которые по большей части выполняются ради того чтобы выполняться никто не задумывается зачем есть определенный порядок действий определенные традиции почему именно так заваривается чай почему именно в это время мы идем кушать почему именно так почему именно вот это никто не задумывается просто вот эта традиционность и такая святая уверенность в ритуальности всего чего только можно потому что на каждое действие есть вот ритуал собственный как такая не ритм ну вот можно назвать это ритуалом но по сути такая схема действий порядок действий вот как делать вот это и когда какой-то пункт по какой-то причине ты не можешь сделать все все встает все встает ведь я уже даже я терпеть не могу материться на людях но и у меня уже проскакивать потому что это очень сильно бесит я и специально поставил этот пункт самый конец ну почти в самый конец предпоследним пунктом потому что я знал что из меня попрут эмоции это тяжелый важный пункт если у вас есть знакомые которые пожили какое-то время в китае они вам про это расскажут больше чем я в этом видео намного не могут наверно без остановки говорить как они встречались с китайским тупежом и понимаете и люди то неплохие в бытовом плане это прекрасные люди с которыми вы можете пообщаться о чем-то вам будет даже приятно если вы говорите на китайском это будут прикольные люди и все будет хорошо но когда это дело дойдет до каких-то нестандартных ситуаций все отсутствие креативного мышления отсутствие вот абстрактности в мозгах она как с юмором да вот я про юмор до этого говорил это очень важно на самом деле это очень связанные вещи юмор тоже вытекает именно из этого из-за их однозадачности они не могут мыслить абстрактно опять же в больших в большей своей массе я не говорю сейчас про всех потому что все таки 1 и 3 миллиарда человек да это огромное население здесь есть разные люди но сейчас мы говорим про подавляющую массу и вот в подавляющей массе к сожалению все вот так опять же если хотите больше каких-нибудь примеров на эту тему поспоминать позадавайте вопросы причем вот отвлекусь на секунду перед последним пунктом когда задаете вопросы там расскажи про что-нибудь задавайте как можно более конкретные вопросы чем уже и конкретнее вопрос вы зададите особенно если таких вопросов на одну тему наберется несколько это будет хороший повод как можно быстрее для вас снять ролик потому что я смогу просто вот на общую тему там про транспорт или про жилье увидеть там 10 20 вопросов в формате ответа на ваши вопросы по определенной какой-то теме именно для вас заснять ролик именно про то что вам интересно у меня есть уже план про следующий ролик он будет буквально на днях но речь сейчас не об этом и сейчас перейдем последнему десятому пункту последнему по списку но не по важности поехали почему-то мне кажется постоянно что камера под диким углом стоит я вроде по заборчику ее выровнял вот здесь заборчик вроде ровный и горизонт ну показывает на картинке что все нормально но вот мне кажется что камера примут скошено максимально но надеюсь все таки они фильм снимаю поэтому не так это важно а мы перейдем к последнему десятому пункту и это опять же это даже уже не мое личное не какое-то общее для всех иностранцев это общее для всех южан влажность о боже сколько веселых моментов принесла нам влажность за эти годы так как по большей части я все-таки все эти годы прожил на юге за исключением каких-то редких заездов на север китая на несколько месяцев там максимум на полгода вот все время живу на юге и кроме дикой жары который все-таки привыкаешь как со временем очень мощным раздражителем здесь является влажность опять же с которой ничего поделать невозможно как и со всеми остальными пунктами но об этом уже хватит и так уже натер оскомину всем набил оскомину набил я оскомину не натер натирают мозоль в общем набил я вам оскомину уже этими фразами про невозможность ничего поделать ну и фиг с ним в общем просто в виде нескольких банальных примеров расскажу вам историю к сожалению вот вы можете заметить сегодня не особо какие-то картинки там у меня сбоку появляются скриншоты это такой вот больше эмоциональный выплеск мои выплеск моих внутренностей вот сюда на камеру это такой поток сознания который мне хотелось бы вам рассказать видео текста до без особых примеров но надеюсь моей моего рассказа более чем достаточно чтобы представить все это дело поэтому парочка историй когда я жил в гуанчжоу каждое лето я выкидывал примерно коробку вещей почему я их выкидывал не за того что они мне переставали нравится из-за того что я их стирал вывешивал на балкон и на следующее утро все мои шмотки покрывались плесенью просто вот сверху донизу за одну ночь просто ты приходишь и у тебя куртка который вот ты там зима по зима прошла до или такой типа он на лето вот все надо убрать все теплые вещи зима относительно которые там у тебя осенняя куртка ты думаешь я сейчас постираю уберу в коробке куда-нибудь сложу поставлю там осушитель воздуха и все и пусть она лежит до следующих холодов ты стираешь эту куртку на следующий день вся сверху дониза покрыта плесенью нафиг и можно с одной стороны конечно взять там всякие деталы но есть такие штучки которые уничтожают бактерии с ними еще раз простирать мне даже прикасаться к этому блин стрёмно я столько вещей выкинул столько всего по выкидывал и когда ты забываешь положить вот эти штуки которые сушат воздух тому специальные такие штучечки в коробке через пару месяцев ты просто открываешь коробку и все внутри в плесень и вот это плесень плесень и плесень 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 в ванной плесень в подъездах плесень на улицах вот эта плесень она тебя сопровождает везде вроде как бы пенициллин же вроде да здоровая штука помогает там от всяких болезней но выглядит и на ощупь это не очень борется люди до моют пол со всякими различными приспособлениями с различными вот этими химикатами но все равно это на совсем не спасает здесь как-то вот вся мы не более еще менее то есть она есть эта плесень но не в таких количествах от меня жена вчера достала какие-то туфли несколько пар которые лежали с прошлого лета но он их просто не носила потому что было прохладно а сейчас как бы лето все дела ну май лето и можно достать уже легкие такие типа босоножки и вот сколько штуки 4 она там нашла и вот из них две были просто максимально белыми хотя не черный изначально максимально бело-зелеными покрытыми нафиг этой плесенью ну чё делать одни она все-таки решила отстирать потому что это ее любимые авторы выкинули нафиг вот такие вот дела влажность когда ты идешь по улице и дышишь водой ты прям себя чувствуешь как человек из фильмов форма воды или их тиандр ох ты просто вот реально дышишь водой потому что влажность она тебя прям пропитывает всего у тебя всегда все влажно ты все время ты даже не потеешь это не под это просто влажность оседающая на тебе идешь у тебя всегда вот я сейчас к себе прикасаюсь у меня все 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 вот оно такое липкое то есть ты начинаешь там два-три раза в день принимать душ а это хреново это плохо для кожи да то есть нельзя так часто принимать душ как бы не хотелось но ты это делаешь просто потому что мы тебе не очень нравится ходить вот таким как чупа-чупс до которому просто у тебя рука прилипает вот такой вот маленький рассказ про влажность а я какую-то вторую еще историю хотел про влажность рассказать а да в про тот же город гуанчжоу потому что это очень яркий пример там влажность еще дичей через здесь а там я прожил несколько лет там шлиф такие водопады на стенах водопады со стен то есть выходишь в подъезд подъезде достаточно прохладно потому что в подъездах обычно окошки маленькие и внутри все сделано из керамической плитки и эта плитка достаточно быстро охлаждается а так как воздух горячий заходит через окно да он моментально охлаждается и высаживается конденсатом на стенах и летом это доходит до такого идиотизма что ты выходишь в подъезд живяк на каком-нибудь там двадцать седьмом этаже а у тебя вот полезен вот такой слой воды на полу и стены просто безостановочно бегут ручьи то есть такое ощущение что вот моисей развел воды и вот они вот так на стенах вот так у тебя циркулирует и просто это не это не капли да не какие-то не каплики стекающие а прямо ручьи воды вот так стекающие на землю ты прям слышишь эту воду падающую то есть вот до такой степени дико то есть переезжая на юг просто готовьтесь к влажности и последний такой момент который я расскажу про влажность это то что твой организм когда к этому со временем привыкает и ну естественно ты полностью к этому не привыкнешь никогда потому что даже местные живущие здесь веками да кстати мне потихоньку начинает все солнышко заходит поэтому заканчивая с тем делом да расскажу и пойду в общем ты к этому привыкаешь и возвращаясь домой в сибирь где влажность ну вообще прям очень очень низкая у меня первым делом начинаются треска начинают трескаться губы просто я прилетаю и меньше чем через сутки у меня просто вот такое стянутое лицо вот такая стянутая кожа и потрескавшиеся нафиг губы я теперь каждый раз когда летаю либо на север китая либо вот в россию куда-нибудь у меня прямо запас вот этой как это называется бальзам для губ да такая прозрачная помадка которая тебя спасает вот она спасает очень сильно здесь она нафиг не нужно а когда ты летишь на север ты просто без нее не вывезешь вообще никак просто никаким образом потому что прилетаешь и у него все стены вот на такой позитивной ноте я закончу как обычно как и в прошлый раз таких пунктов чего я не люблю можно тоже набрать еще не один десяток какие-то из них будут крупные какие-то опять же мои личные но все зависит от вас проявляйте активность комментируйте пишите что-нибудь хорошее плохое как я уже говорил не так важно пишите активность очень важно на канале пишите вопросы можете заметить я стараюсь на практически все отвечать плюс на самые интересные из них я уже парочку выбрал но я думаю что как только накопится штук 15 я сделаю большой ответ на вопросы на видео на этом все ребят хорошего вам дня нормальной влажности не раздражающих вас людей и здоровья пока а а а а а